Для меня это очень особенное событие, и я очень благодарен за то, что вы пригласили меня. Я готовился перед своим приездом в Украину. Вчера, когда мы были в магазине, я посмотрел на девушку и говорю, дякую. Я не думал, что она не по-русски ответит, я думал по-украински. Но затем я узнал, что во многих частях Украины по-русски говорят. Как бы то ни было, я очень благодарен. Это впервые я в Украине, и я очень благодарен за то, что я могу здесь поить. Я верю в то, что Дух Святой готовил нас к этому времени. Чтобы Божий народ пробудился к служению, которое он еще раньше не совершал. И я верю в то, что излитие Духа Святого в силе и пояса в годах уже началось. Сестра Уайт говорила, что излитие началось еще в 1888 году, причем уже оно бы и сейчас не происходило. Но я ожидаю, когда в полноте это произойдет однажды. Я хочу пригласить, чтобы вы вместе со мной открыли Библию. Послание Филиппийцам, вторая глава. И обычно я, прежде чем читать из Библии, совершаю молитвы, поэтому я приглашаю вас также со мной. Встать буквально на место и послать. Давайте поможем. Отец Небесный, мы благодарим Тебе. Ты дал нам жизнь, и такую свободу поклоняться Тебе. И сейчас мы открываем Твоя Слово. Слушая истории о извитии Твоей силы, мы просим окружи нас святыми ангелами. Наполни нас Святым Духом. Помоги каждому сконцентрироваться на том, что Ты хочешь, чтобы мы услышали сегодня. Мы благодарим Тебя ради Иисуса. Аминь. Аминь. Переписан вторая глава. Пятый стих. Ибо у вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу. Но мятежил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду сталкому человеку. Смирил себя, был послушным. Даже до смерти, смерти пресны. Что означает иметь те же чувства? Думать, как Он думает. Быть смиренным, как Он считает. Доверять, как Он доверял. Будучи ответить со седьмого дня, я думал, что я такой, как Он. Но вы знаете, Бог умеет указывать на наши слабости. И показывать, что мы не такие, как Христов. Однажды я готовился домой с работы. Я в то время в Перу был, в унионе работал. И был голоден довольно. И жена сказала, что не так много у нас еды. И всего она всего один блин есть у нас на ужин. Но я разочаровался, разочаровался. Но я так сжал зубы и начал блин есть. Затем посвящали дверь. Моя жена пошла открывать. И к нам зашла одна семья. Они из река приехали. Ей жена говорит, о, мы так рады, что вы приехали. Заходите. Вы уже ужинали? Нет. Она говорит, ну ничего. Она пошла к моей тарелке. Разрезала мой блин на три части. Одну треть оставила мне, а две треть им отдала. Теперь я уже не сильно разозлился. Почему они пришли и забрали мой блин? И затем я понял, насколько я эгоистичен. Насколько они похожи на Христа. Until you have to share when you're hungry, then you realize what you really love. Когда ты чувствуешь голод, тебе нужно с кем-то поделиться, тогда начинаешь видеть, какой ты есть. The closer we get to Christ, the more we realize how far away we are from being like Him. И чем ближе мы приближаемся ко Христу, тем больше мы понимаем, насколько мы не такие, как Он. И Матфея 10 глава. Verses 5-10. С Пятого по 10 стих. Иисус приглашает Своих двенадцать учеников и посылает их на миссионерскую жизнь. И в 5 стих говорит о том, чтобы они шли. к потерянным овцам дома Израиля. When Jesus wants to accomplish a great work, He first has to reach the church. Прежде чем совершить большое дело, Иисус понимал, что нужно достичь члена церкви. If the church is not ready, you have nothing to share. Если церковь не готова, то не о чем говорить. And in verse 5, He sent them out. And in verse 6, He sends them to the lost sheep of Israel. Итак, в 6 стих говорит, идите наипасе погибшим овцам дома Израиля. And in verse 7, He says, go preaching, saying, the kingdom of heaven is at hand. Хотя же проповедуйте, что приблизилось царство небесное. That is the first job for God's people, for us today. Это наша первая задача для Божьего народа, для нас сегодня. God comes to us specifically, and He says, be aware, the kingdom of heaven is night. Бог сегодня, приближаясь людям, говорит, знаете, что приблизилось царство Божье. И затем Он говорит, больных исцеляйте. Это то, что мы здесь делаем. And then He says, cleanse the lepers. Прокаженных очищайте. Это сложнее. А во времена Иисуса это вообще невозможно было. Кто-то из вас видел прокаженного когда-то? Кто-то, может быть, хоть раз видел прокаженного? Один доктор видел. Here in Ukraine, there's not too many lepers, is it? I just came back from India. I'm here. And we work in a leper colony where there's 150 leper families. And we work in a leper colony where there's 150 leper families. No fingers. No toes. No toes. No ears. No nose. It's a hole in the face. Просто вот такое отверстие. They can't feel their fingers. Они не чувствуют свои конечности. If the woman is cutting a piece of chicken, she can look, oh, there's a finger missing. Oh, my finger. Женщина может разрезать, цыпленка может отрезать палец, даже не заметивая. They can be standing here, smell burnt meat and realize, oh, their hands are in fire. Человек может стоять, чувствуется какой-то запах жженого, потом видишь, что ты его руками. The nervous system dies. Нервная система отмирает. We know today that leprosy and tuberculosis are related. Мы знаем сегодня, что проказа и туберкулез связаны. It's a very similar bacteria. Очень похожая бактерия. And it takes two years to cure leprosy and about two years to cure tuberculosis. Где-то два года нужно, чтобы исцелиться от проказа и столько же от туберкулеза. Но во времена Иисуса не было лекарства и проказа. И поэтому Иисус призывает их делать невозможное. А затем он еще говорит, мертвых воскрешайте. Это еще больше невозможно. Даже сегодня. Довольно много, будучи в медпратор, я проработал в скорой помощи. И я делал шоковую терапию для многих людей. Когда сердце ревко бьется, а потом вообще замирает. Вы бьете, и все равно сердце начинает биться. Иногда бывало такое, что мы применяли электрический ток, но сердце так не начинало биться. Некоторые люди считают, что раз сердце не бьется, значит уже мертвый человек. Один человек мне сказал, что я на операционном столе пять раз умирал. Но когда сердце останавливается, человек еще не умирает. Человек умирает, когда мозг его умирает. Когда моя женщина впервые, когда я взрослась, мой сердце так не остановилось. Когда я женился, я увидел свою жену, невесту, она обходила, у меня тоже сердце стало. Но я не умирал. Я очень живой был. В общем, там даже две невесты были. Я спрашиваю, почему две? Потому что две свадьбы были одновременно. И отец сошел с двумя невестами. У него две дочери были, которые он сам уже давал. И одну он отдал мне, а другую моему первому брату. Взять. И я уверен, что у него тоже сердце загорало. Но здесь Иисус говорит, что невозможно. Я вырос в Южной Америке. Мой отец был миссионером, он был пастором и пилотом. А моя мать была медсестрой. И я пошел по стопам своего отца. Я также стал пастором, пилотом. И также стал медбратом. Все мои друзья говорили только по-испански. Но я затем услышал, что еще какая-то семья миссионеров приедет. И они по-английски будут думать. И я был рад этому. И они приехали. У них четверо детей было, точно как у нас. Я был старшим. И я подружился с их старшей дочерью. И мы вместе росли. И я стал ее лучшим другом. И вы можете себе представить, когда мне было 8 лет. И я услышал один слух, который меня очень насторожил. Потому что еще какой-то мальчик захотел быть ее другом. Это не очень хорошо, правда? И я решил быстро действовать. Библия говорит, что даже ребенка можно уже узнать по его делам. Я пошел в магазин. Купил в бутылочку духов. Пошел туда к ней в село. И дал ей эту бутылочку. Она понюхала. Я говорю, а зачем ты мне это даришь? Потому что я хочу, чтобы ты вышел замужем. Мне нужно было быстро действовать. Я не хотел ее потерять. Знаете, не всегда бывает возможность. Бывает такое, что возможность исчезает в том, что время. Она понюхала от этих бутылок. И согласилась выйти замужем. И через 12 лет она так и вышла. И так, когда появляется возможность, нужно действовать быстро. Понимаете? Это принцип жизни. Сегодня мы будем поговорить о принципах. Как мы думаем, как Бог думает. Как мы учимы быть похожими на Бога. Мы исследуем некоторые из принципов. В течение всей вечности мы будем стремиться и уподобиться Богу. Но все-таки перед нами еще будет много возможностей. Как мы больше можем подобраться. Но это должна стать целью жизни нашей. Познать Бога. Понять Его. Однажды я преподавал в колледже на то время. Сейчас это университет в государстве Тринеда для товара. Это в Харипском бассейне. Я преподавал предмет технический. И также преподавал на регистрской программе по бизнесу для Эндрюсского университета. И было много в классе президентов банков. И были бизнесмены, были представители министерства финансов. И мы исследовали принципы человеческой системы финансов. Деловые вопросы, информационные системы. И однажды я понял, что мои дети подрастают уже. У нас есть две наши родные дочери. Еще два приемных сына и еще одна приемная дочь. Мы имеем мексиканцы, перуги. Мексиканцы, болианцы, 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 американцы. У нас организация отдельных наций. И когда мы играем, мы делаем семейные олимпийские игры. И кто побеждает, он становится на стул и поет гимн с этой стороны. Мы на медаль лечим. И поэтому мы знаем национальные гимны этих стран. И они становились мужественнее. И я думал, что someday я должен вернуться в США для учеников своих детей. И так как они подрастают, я буду вернуться в США и говорю, да, мне придется поехать в Штаты, чтобы дать им образование. И я начал переживать в кризис. Господи, я вернусь в США, я не буду миссионером. Кем же я буду? Закончил ли я то дело, которое ты мне поручил здесь? Я много трудился. Пятнадцать лет я трудился в церкви. Я любил свое служение. Но я не совершил того, что я думал совершить. Я хотел изменить целые народы. Это то, что мы призваны делать, так или нет? Особенно если вы молоды. Вы хотите покорить народы. Достичь их. Кстати говоря, обращайтесь к молодежи. Я дядя Давид. Я дядя Давид. И для многих, для тысячи молодых людей. Потому что таким образом мы чувствуем семейство. И мне нравится эта семейство. Я приезжаю в Индию. И у меня там есть и племянники, и племянницы. Я приезжаю в Монголию. У меня также есть племянники. В джунгли Южной Америки там также есть племянники. Это прекрасно. Вы слышали, что Бог ожидает, чтобы вы сначала свою семью достигли в Англии. А затем уже все остальные. Вначале я не соглашался. Я говорил, нет, нам нужно всех достичь. Не только свою семью, но всех нужно включить. Но моя жена исправила. Она говорит, нет, я говорю, первая семья. Потому что каждый и есть твоя семья. Потому что мы родственники с Синдийцем. И поэтому, когда мы служим другим, нам необходимо организировать всю свою семью. И поэтому у меня кризис такой был. Я переживал, я думал, господи, я хочу больше достичь. Но все время как-то денег не хватало. Я думал, если бы больше денег, я бы больше смогу сделать. Есть у вас такая проблема здесь в Украине? Если бы больше денег было, можно было бы больше масштаба работать. Если бы больше денег было, можно было бы больше школы, больше миссионеров, больше работников. И я сказал, господи, в чем секрет? Чтобы завершить твое дело, нужно больше ресурсов. Я хочу научиться. И когда я исследовал Библию, Дух Святой дал мне мысль такую. Давид, ты ничего не понимаешь. Тебе кажется, что ты знаешь, как Бог думает, как Он мыслит, но на самом деле не знаю. Но, Господи, я смотрю на экономику, я изучаю экономику, и я говорю, господи, но я же изучаю экономику, и я вижу, как все идет к тому, что хуже еще будет. И уже лучше не будет. И поэтому, если мы не можем делать это сегодня, как мы это завтра сделаем? И тогда я начал читать вот этот стиль. Матюй 10. Иисус приглашает учеников делать то, что невозможно. Даром получили, даром давайте. Говорит, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы ваши. И дальше он говорит, в конце 9-го, 10-го, «Ибо трудящийся, достойный пропитант». Итак, Иисус посылает своих учеников, без денег, дает им повеление сделать невозможное. И затем, когда Луки 22-35, Иисус спросил им, «Ибо трудящийся, не хватало ли вам чего?» И они говорят, «Всего хватало». Итак, я начал постигать принципы. Прежде всего, Бог хочет, чтобы мы сделали невозможное. Для того, чтобы это сделать, необязательно нужны деньги. Не обязательно нужно иметь деньги, прежде чем начать действовать. Нужно только быть послушным Богу. Когда вы проявляете послушание, Бог обеспечит вас ресурсами для служения. И я начал понемногу понимать это все. И затем меня пригласили в Гаяну. Это маленькая страна на севере Южной Америки. Это единственная англо-бавлящая страна во всей Южной Америке. И президент для конференции пригласил меня совершить... Пролететь 200 миль для того, чтобы посетить резервацию индейской. Я поехал с ним. Он говорит, «Мы такое путешествие совершаем раз в 4 года». И мы поехали туда. Индейцы так были рады увидеть президента. Только раз в 4 года. Они спели прекрасные песни. И у нас был прекрасный концерт, 2 часа. И пришло время, я уже эти делом занялся. Президент сидел, я рядом с ним. И подошли к ресурсу. И они говорят, «Брат, президент, нам нужен пастор сидеть». У нас 30 лет не было пастора. Пожалуйста, пришлите нам пастора. Конференция президента говорит, «Я прошу прощения, но у нас нет денег, чтобы посылать пастора за 200 миль или за 300 км в джунгли к вам». Как мы ему даже платить будем вообще? Чем он питаться будет? «Я прошу прощения, но у нас не хватает денег». «А-а-а, нет денег». «Да, Господи, вот в чем проблема, нет денег». «Я хочу, чтобы ты разрешил эту проблему». «Я слушал, я просто сидел и слушал». И я молился. «Лорд, я буду смотреть, как ты решишь эту проблему». «У них нет денег, нет пастора. Это твоя проблема. Вы решили. Я буду смотреть». И индейцы, они очень разочарованы были, они отошли, смущены были. Вскоре они начали кивать в голову. «Иня, иня, yes, yes!» «Да, да, да, вот это». «Со they came back. They had an idea. But this time, they did not go to the president. They came to me. «You're a nurse. You're a pastor. Why don't you come? Lord, don't get me involved in this. I was only going to watch. Я говорю, Господи, я собирался только наблюдать. Не надо меня сюда. Я хочу, чтобы ты решил. Why are you getting me involved? Зачем ты меня привлекаешь?» But then I learned. That's how God solves this problem. «Ексидес, chapter 3, verse 7». And the Lord said, he's talking to Moses, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and I have heard the cry. Господь говорит, «Я увидел страдание народа Мого в Египте, и услышал вопль его». And verse 8, «I am come down to deliver them». И он говорит в 8-ом стихе, «Я иду, избавлю их его». Кто услышал этот вопль? Бог. Бог. Бог did it. Бог heard their cry. Он услышал их вопль. Кто пришел, чтобы помочь им? Бог пришел. Бог услышал, Бог пришел. But in verse 10, «Now come there for Moses, and I will sing you unto Egypt». Мы читаем, «Итак, пойди, я пошу тебя». Он говорит к Моисею, «Пошу тебя к хороам». Excuse me? I thought God was going to do this. Я думал, что Бог придет. Whenever God wants to do something, he always sends somebody. Когда Бог что-то хочет делать, он кого-то посылает. So when God went to solve the problem for the Indians in Guyana, he said, «David, you go». Когда Бог хотел решить проблему этих индейцев в Гаяне, он сказал, «David, ты иди». So if God wants to reach to Ukraine, guess what? He's going to send you. И поэтому, когда Господь хочет что-то совершить в Украине, то догадайтесь, кому он пошел. But God says, «I have heard the cry of the people in the Ukraine». Бог говорит, «Я услышал вопль народного в Украине». Из-за их печали, и грехов, и рабства в греху. Я услышал веков. И я пришел, чтобы освободить их. «Итак, иди, я пошлю тебя». Так действует Господь, братья и сестры. Нет другого пути. Бог всегда прислывает вас. Поэтому не старайтесь на дистанции на выход. Бог is calling you today to do a task for Him. Сегодня Бог призывает вас следить за Него. And if you say, «I don't want to». И если вы говорите, «Я не хочу», «You miss a very special privilege, and you may lose your crown». Вы упускаете прекрасное преимущество, потрудиться с Ним, и вы можете протеять вечность. Моисей начал возражать. Мы позже этот принцип исследуем на нашем семинаре. «I don't want to tell you everything right now». Я не хочу сразу же все рассказывать. «I don't have anything to tell you later». Потому что позже не о чем буду говорить. Но здесь есть принципы определен. «God came to me, and He said, «These people need you». И поэтому Бог обратился ко мне и сказал, «Этим людям нужен ты». Я обратился к президенту конференции, «Если я приеду, вы дадите какую зарплату?» Нет, он говорит, «В нашем бюджете не предусмотрена зарплата для пастора в этом регионе». Если ты хочешь приехать, то это твое добровольное желание, будь волонтером. Но у меня пять детей. Но он говорит, «Я ничего не могу сделать». «Нам хотелось, чтобы ты здесь был». «Но мы тебя можем принять как добровольство». Я пошел и поговорил с членами моей семьи. Я говорю, что я пытаюсь на практике принять этот принцип божественный. «Но нам придется быть добровольцами». «Как же мы будем питаться? Чем?» «А чем питались ученики?» «Сказано, что трудящийся достоин пропитания». «Бог будет нас кормить». «Мы поговорили с детьми». «Хочешь добровольцем на год поехать?» «Там, в глубине джунглей Гаяна». «Будем жить вместе с индейцами». «Что же мы будем есть?» «Я не знаю». «Это Бога проблема». «Мой сын, я думаю». «Ну, конечно, у нас есть животки». «Это Бога проблема». «Моя доча сказала, «До у нас есть водопровод?» «До у нас есть водопровод?» «Да». «Да». «Нужно взять два бедра воды, побежать к речке, набрать и принести домой». «Это называется водопровод». «Снэкс?» «Снэкс». «Снэкс?» 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 «О, много снэкс». «О, хорошо, прекрасно». «Мы хотим увидеть змею». «Мой женой молились». «Мы прочитали вместе историю о Джордже Мюллере». «Мы прочитали историю о Джордже Мюллере». «О, как он имел 40 000 orphans и он никогда не просил ни одного человека за деньги». «У него удивительная история. У него было 40 000 сирот, и он никого не просил денег, чтобы побить». «Мы прочитали историю о Худсен Тейлере, миссионере Тайна». «Затем мы прочитали историю о одном миссионере в Китае». «Худсон Тейлор». «100 миссионерских семей он поддерживал и никогда не просил никого денег». «Мы хотим тоже пережить подобное». «И вы знаете, однажды каждое Божье дитя должно будет пережить урок зависимости от Бога, полной зависимости от Бога. в последнем поколении христиан перед пришествием Христа не будут богатых христиан. «Каждый человек ради веры потеряет всё. в кровь зависимости от Бога». «Необходимо будет оставить свои вещи». «Необходимо будет держаться за верёвку из небес». «И даже в пище необходимо будет ежедневно зависеть от Бога». «Мы можем эту уроку потом усвоить и сейчас». «Позже вас заставят жить так, сейчас вы можете стать добровольцами». «Если сегодня вы по собственному желанию познаете, что значит зависеть от Бога, то вам не нужно будет потом учиться». «Когда же вы будете ждать, что вас заставят так жить, то вы не можете быть уверены». «Как вы отреагируете на это?» «Сможете ли вы всё так же доверять Богу?» «Будет ли у вас достаточно запаса масла в свете?» «Будет ли у вас достаточно богатый духовный опыт, чтобы пережить это время?» «Вы не знаете». «Но если вы узнаете сегодня, то это укрепит вас и даст вам мир». «Потому что ваш прошлый опыт — это всё, что вы имеете». «И поэтому мы решили ехать». «И наши друзья пришли нам дать совет». «Они поговорили с моей женой». «И нам так жаль, что у тебя такой безумный муж». «Он заберёт вас в джунгли, и вы все там умрёте». «Никто вам не поможет получить образование». «Никакой медицинской страховки у вас не будет». «Ни зарплаты». «Вы умрёте. Вы назад не вернётесь. Вы назад не вернётесь». «Да, было приятно познакомиться». «Но жена сказала, что у меня, во-первых, муж не безумный, а во-вторых, может быть, я безумная, потому что я согласен с ним ехать». «О, ты тоже безумный». «Но они позволили нам ехать». «Администратор дивизиона подошёл ко мне и говорит, «Дэвид, пожалуйста, одумайся, подумай, что ты делаешь». «Ты — миссионер за границей». «И мы несём ответственность, чтобы всё с тобой было в порядке». «Я говорю, тогда молитесь за меня». «Молитесь». «Может ли Бог обеспечить?» «Да, Бог может». «Но что, почему тогда мы беспокоимся?» «Потому что мы несём ответственность за наших миссионеров». «Молитесь за меня тогда». «И они молились». «Мы получили последнюю заплату и полетели в джунгли Гаяны». «Самолёт оставил нас и улетел». «We had no money, не было денег». «Индийцы приготовили для нас небольшой домик, где мы жили». «Это всё, что у нас было». «Я себя очень не ловко чувствовал». «Теперь, Господь, я отец и я муж, и я не знаю, как где встречаться у семьи». «И пришло время ужина». «Папа, у нас есть что-то на ужин?» «Нет, у нас сегодня нет ужина». «Но я голодный». «Давайте помолимся». «Давайте помолимся». «И мы помолились и легли спать без ужина». «Индийцы с утра, они ничего не ели». «Индийцы с утра начали заглядывать к нам через окна и говорить, что они ничего не ели». «И к утру они собрали корзину с продуктами и поставили возле двери». «И мы очень благодарны за это продукт». «И мы позавтракали». «И у нас осталось еще на обед». «И еще немножко на ужин». «И утром еще одну корзину принесли». «Каждый день было достаточно пищи». «Ах, Господи, спасибо». «Я так благодарен, ты верен». «И вы знаете, как мне вернулось чувство уверенности?» «Можно доверять Богу». «Знаете, когда имеешь вот такую уверенность, когда чувствуешь себя комфортно, то не учишься». «Потому что человек учится тогда, когда он выходит за пределы зоны своего Бога». «Вот почему Бог часто ставит нас в неловкое положение». «Через несколько месяцев люди будут съезжаться в Китай». «Почему этим летом люди будут ехать в Китай?» «Там Олимпийские игры будут проходить». «Тысячи молодых людей сегодня надеются попасть на Олимпийские игры». «Чувствуют, что они себя уверены каждый день, спокойно?» «Нет». «Они бегают». «Они трудятся». «Они страдают даже». «Anything, whatever the price, in order to be ready for the Olympics». «Они готовы все преодолеть». «Заплатить любую цену лишь бы попасть на Олимпийские игры». «Пока мы с вами еще спали с утра, они уже там бегали, тренировались». «В этот момент, сейчас они трудятся». «Завтра они будут трудиться». «Всю неделю они будут тренироваться». «У нас в английском языке даже такая поговорка есть. «Без боли не бывает преобретений». Некоторые люди качают мышцы, понимают железо. «Все мышцы качают, разные группы мышц». «У меня есть младший брат на 10 лет младше меня». «И он был таким тяжеловесом». «Подибилдингом занимался». «И я смотрел на моего брата». «Так он поднимал Гири». «У него специальная диета была». «И так поднимал, и так, и разные мышцы качал». «Ходил такой большой». «Он начал призы приносить домой». «И однажды он в штате Теннесси первое место занял». «Принял такую грамоту». «В журнале, который говорит о культуризме, бодибилдинге». «Он там был на обложке». «Много лет он провел на специальной диете, на интенсивных тренировках и страданиях для того, чтобы завоевать этот приз. А как о духовной жизни?» «Мы готовимся с вами на духовные олимпийские». «Будет в этом мире последний экзамен». «И необходимо иметь духовные мышцы». «Нужно научиться бежать». «Нужно научиться быть сильным». «Нужно иметь сильную веру в Бога». «Для этого нужно тренироваться». «И требует боли». «И требует боли». «Вот почему Бог очень часто выводит нас за пределы зоны комфорта». «Когда у человека болит что-то, он не может заснуть». «Доктор Миллз и я, мы с Доктором Миллзом летели вместе в этот раз из города Атланты на голландской авиалиниях Хэйлэнд. «Мы не спали». «Это, наверное, один из самых неприятных перерывов». «Сидения были настолько близко расположены друг друга, что мы не могли там вместиться». «Не спали». «The church today is asleep. It's a majority all over the world. Практически по всему миру. Большинство чьих на церкви спел. Знаете почему? «They're comfortable». «Потому что они чувствуют себя комфортно». «And when you're comfortable, you cannot grow». «А когда человек чувствует себя комфортно, то он не может видеться». Мы поехали в Гаяну, и мы начали постигать эти уроки. Первое, что мы узнали, что Бог верен. Когда Он посылает вас на какое-то дело, Он обеспечит вас. На наших семинарах на протяжении нескольких дней мы будем следующие принципы исследовать. 1 Фессалонианс 5. 1 Фессалонианс 5. Здесь очень важный принцип в писем. 1 Фессалонианс 5. И я хотел бы на 24 стихе остановиться. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Итак, мы обнаружили, что Бог так верен. И мы не боимся, что когда-то не будет еды. И хотя мы и не знаем точно, как Бог даст ее. Мы уже узнали, что когда нечего есть, Бог дает пищу. И мы уже постигли этот урок. Если Бог меня в Сахару прошлет, то Ему придется либо дать мне пищу, или позволит мне умирить, потому что это Его воля. Но у Бога есть возможность постоянно давать пищу. Нам не нужно переживать за это. А что если мы будем голодные? Да, но не очень приятно трудиться, когда голодные. Многие адвентисты седьмого дня голодают. Потому что когда только наступает голод, сразу же раскрывается искренность веры или неискренность веры. Но если Бог хочет, чтобы вы продолжали жить, Он даст вам пищу. Бог верен. И Он совершит все. Моя любимая книга Духопророчества называется «Христианское служение». Может быть, я так скажу, что не то, что самая любимая, но та, которую я чаще всего читаю. Когда я езжу по всему миру. И когда я говорю в Монголии, на Филиппинах или Индии. И когда летают наши вертолеты и помогают пациентам. Когда самолеты наши летают в Южной Америке и в Африке. Когда телевидение открывается в новых странах, на новых языках. Кто-то должен за все это платить. И мы с вами на семинарах рассмотрим эти принципы. И все это происходит через молитву. Но самое первое, что должно произойти. И понять, в какое время мы живем. На 77 странице книги христианское служение. Есть глава, это называется «Пробуждение». В испанском даже перевели так «Призыв пробудиться». Пусть евангельская речь прозвучит во всех наших церках. Призывая всех к всеобщей деятельности. Пусть вера возрастет в членовце. Пусть они получат поддержку от Небесных Вестников. Зная то, что их ресурсы бессмежны. Благодаря тому, что они трудятся в Божьем деле. И также благодаря силе их руководителя. Вдохновленные Духом того, кто отдал жизнь свою за нас. Божий народ не будет стоять в бездеятельности, говоря на то, что они не могут сделать. Я был в Советах у него на многие годы и до сих пор являюсь членом Совета. И часто в конце года мы говорим, вот наш бюджет, это то, что мы можем сделать в следующем году. Но всегда эти планы недостаточно велики. И поэтому если мы будем планировать согласно бюджету, то тогда не будет никаких больших достижений. Но если мы говорим о том, что нужно больше сделать, сразу же вопрос понимать, что мы не можем, потому что у нас не хватает бюджета. Но вот нам Господь говорит, вдохновленные Духом того, кто отдал жизнь свою за нас. Божий народ не будет в бездействии стоять и говорить, мы не можем, мы не можем. Вместо этого мы облачимся в небесное всеоружие. И мы пойдем на битву. Желая трудиться для Бога и рисковать для Бога. Зная, что Его безмерная, безграничная сила может обеспечить все наши нужды. Я сегодня свидетельствую перед вами. Вот секрет, который я хочу рассказать. Послушайте внимательно. Все, что Бог призывает сделать вас, за все это уже заплачено. Он уже обеспечил все. И если Он призывает вас к великому, то будьте уверены, что Он профинансировал. Это добрая вещь, правда? Очень добрая вещь. За это уже заплачено. С меня это снимает стресс. Наша дочь, старшая дочь, хороший литературный евангелист. И вторая наша дочь решила присоединиться к сестре и тоже совершать служение литературному евангелисту. И через месяц она подошла ко мне, плача. Я, говорит, не могу книги продать. Я не такая, как сестра моя. И я не смогу оплатить таким образом свое образование. Я пыталась продать книги, но никак не могла. Я говорю, что? Ты хочешь продать книги? Я говорю, вот в чем проблема. Но литературный евангелизм это не бизнес по продаже денег. Это не? Я говорю, что ты неправильно поняла вообще. Тебе нужно весь проповедовать дела. И все равно продать книги или нет. Все равно. А как я заплачусь за свою учебу? Это не твоя проблема, это Бога проблема. Твоя задача проповедовать Евангелие через книги. Завтра иди к людям домой и разговаривай с ними. Дай им бесплатно эти книги. Восполни их нужду. Забудь о том, что тебе нужно продавать книги. Просто восполни нужду людей. Папа, что если я не продам книги, то это не проблема? Я говорю, нет. Ну хорошо, прекрасно, тогда может быть мне понравится это дело. Она пошла из дома в дом. Это весело. Вся суть заключается в том, чтобы общаться с людьми. Если у вас проблемы с людьми, можно я с вами помолюсь? Пожалуйста, помолись. И моя дочь очень общительная, ей нравится общаться с людьми. Она молится с ними. И у нее книги все эти в сумке были. Она не говорит даже ни слова о книгах. Что вам нужно? Какие у вас нужды будут? Чем вам Бог помочь может? И потом она говорит, спасибо, я ухожу. Они говорили, подождите, девочки. А что у тебя в руках там? Ну тут книги я собирался продавать. А он покажет мне. Я хочу, мне нужны эти книги. Во всем унионе она была на втором месте по продажам. Потому что здесь суть не продажа. Потому что дело Божье это не бизнес. Это дело достижения сердец человеческих. Бог знает, как можно церковно финансово выполнять. Ему не нужны наши деньги, мы Ему нужны. И когда мы все слагаем на алтарь, на Его служение, Он позаботится нам. И на этой неделе мы больше будем выйти. Я надеюсь, что вы будете записывать. Я надеюсь, что вы будете записывать. Что вы записываете. Потому что ваша вечная жизнь зависит от этого. И жизнь людей также, которые живут вокруг вас, зависит от вас. Потому что Бог вас призывает к служению. Каждого человека. Не только рукоположных служителей. Каждого человека Бог призывает к служению. Это великое преимущество. Это высочайший призыв, который есть во Вселенной. Но нужно научиться доверять Богу. А это возможно только с опытом. Нужно пройти боль. Потому что когда качать мышцы, всегда преодолевает боль. Физически я не очень крепкий. Друзья, называют меня химиком. Я говорю, почему? Потому что ты наверняка не благодаря физической силе своей живешь.